Одесса 27 января 2024 года этот день в Одессе проходит спокойно напряженно, сигналов воздушной тревоги, канонады работы ПВО, ракетных прилетов и прилета дронов Камбикадзе пока в Одессе слава богу зафиксировано не было, вместе с тем обстановка остается достаточно напряженная, потому что Российская Федерация вывела на боевое дежурство в Черное море 4 корабля ракетоносителя, у них может быть на борту до 22 крылатых ракет калибр, которые могут запустить любую минуту. На утро 27 января информация была такая, каких-либо сообщений о том, что часть кораблей или все корабли увели на базы боевого базирования не поступало. Также сегодня рано утром проходила информация, что в ближайшие дни ожидается массированный ракетный удар по Украине со стратегической авиацией, конкретно 195 МС. Поэтому убедительная просьба, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, берегите себя и своих близких. А сейчас я вам расскажу о нескольких событиях, которые произошли сегодня в Одессе 27 января или имеют непосредственное отношение к нашему городу. Итак, событие первое. На ремонте простейшего укрытия в Одесской школе подрядчик присвоил почти 300 тысяч гривен. Подрядчик завладел бюджетными средствами при выполнении работ по текущему ремонту простейшего укрытия заведения общего среднего образования в Пересыпском районе города Одессы. Новость вторая. Складские терминалы, которые принадлежали городу, возле промтоварного рынка 7-й километр четвертой попытки продали на аукционе за 106,2 миллиона гривен. Речь идет о приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия ТИК. Новость третья. Космическая, косвенная. Первая космическая туристка-одесситка вернулась на Землю. Компания Virgin Galactic заявила, что ее миссия «Галактик-06», в которой участвовала одесситка Лина Бороздина-Бирч, успешно вернулась на Землю. Уроженка Одессы, американская ученая-эмигрантка Лина Бороздина-Бирч полетела в космос 26 января и стала первой женщиной из нашего города, которая увидела космос. В своей очереди она ждала 18 лет, потому что билеты она купила еще в 2005 году. Стоимость туристического билета составила 450 тысяч долларов. Эта новость подавалась во многих средствах массовой информации, под видом того, что в космос полетела первая украинская космонавтка. Скажу пару слов на эту тему. Когда мы уже научимся к себе относиться уважительно. Но какая, извините меня, нафиг она украинская космонавтка или одесситка? Ее отсюда увезли родители в Америку, на ПМЖ еще ребенком. И она давным-давно, десятки лет живет в Америке. Она уже давно не одесситка и не украинка. Родилась ли она в Украине? Да. Родилась ли она в Одессе? Да. Но является ли она украинкой и одесситкой? Конечно же нет. Она давно уже гражданин Америки. Лину Бороздину Бирч я не считаю украинской космонавткой и одесситкой, потому что она давно сделала свой выбор в пользу Соединенных Штатов Америки. Никакой гордости или какой-то эйфории о том, что она полетела там за 450 тысяч долларов как туристка в космос, я не испытываю. Да, уроженка Одессы и Украины побывала в суборбитальном полете, который длился полтора часа на космической орбите. Вот так вот я к этому отношусь. Другое бы дело, если бы жительница Украины, неважно какого города, военный летчик или гражданская какая-то летчица прошла какую-то специальную подготовку для полета в космос и полетела в космос, да, тогда бы я считал, что это наша украинская космонавтка. А так я лично Лину Бороздину Бирч украинской космонавткой не считаю. Но это мое личное мнение, я никому его не навязываю. Вот такие новости у нас в Одессе и в Украине. Моим дорогим соотечественникам и землякам мирного неба, всего самого наилучшего, берегите себя, дорогие мои, и даст Бог. До новых встреч.